Игрушки, вазы, коробки спичек, марки, значки. Это далеко не полный список экспонатов музея, посвященных первому полету Юрия Гагарина в космос. 12 апреля 1961 года Ивановцы, как и остальные земляне, были свидетелями события мирового масштаба. И вот посмотрите здесь, наш город Иваново, он стороной не обошел. Это событие, разумеется, и 13 апреля, да, в четверг это был, В 1961 году вся газета «Рабочий край» была посвящена исключительно полету Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Интересно, что в Иванове на заводе тяжелого станкостроения 30 лет работал Петр Бабушкин, командир лейтенанта Гагарина и один из тех, кто учил его летать. В Иванове также не раз бывала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Целая коллекция фотографий космонавтов. Настоящие фотографии? Да, настоящие фотографии с настоящими подписями космонавтов. Вот здесь наш космонавт Каненко, да, вернувшись из космоса, собственно, они всегда фотографируются, космонавты. Здесь была команда из американского астронавта, у нашего российского, да, и французского. Эти мини-ракеты изготовлены из частей настоящих космических кораблей. Привезли сувениры с космодрома Байконур. Это было в космосе? Это было в космосе. В этой витрине красная сигнальная лента, которая отстреливается во время отсоединения ракетных ступеней. Такие вот ленточки люди потом ходят, собирают и на основе этого делают вывод, а все ли правильно сработало. Рядом также побывавший в космосе нас, носимый аварийный запас. Космонавту, видимо, не пригодился. Ребята четко усвоили назначение. Вдруг что-то пойдет не так, корабль сломается, костюм, что застрять придется там, а еды нет. Поэтому это и давали. Безопасность превыше всего. Везде, даже и в космосе. В соседнем классе школьников знакомят с устройством солнечной системы и космическими телами. Мало кто знает, почему полярная звезда всегда остается на месте и по ней можно ориентироваться. Почему? Потому что на полярную звезду у нас направлена ось вращения Земли. Если бы мы с вами учились на Северном полюсе, где бы мы увидели полярную звезду? Строго над собой, в зените. Ребята узнали, что Солнце, несмотря на свои размеры, не самое большое небесное тело. Есть черные дыры и звезды во много раз превосходящие его по диаметру. Я увидела гигантскую звезду, которая больше черной дыры, больше металльгейзе. Хочешь стать космонавтом? Нет, вроде бы, потому что я не хочу отдаляться от Земли. Дома лучше все-таки, да? Да, в гостях хорошо, а дома лучше. Такие экскурсии по бесплатному школьному абонементу для ребят проводят ежедневно. В выходные в музей можно прийти с родителями. Марина Зейна, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин